Сегодня все оружие, которое попадает в милицию, в основном не криминального происхождения. Годы, когда огнестрелка поступала в результате задержания преступных группировок, прошла. Основная масса незарегистрированного оружия – это охотничьи ружья, экземпляры времен Великой Отечественной войны, которые находят черные копатели и патроны. Нарушениями часто грешат браконьеры, реже любители коллекционеров. Однако это скорее исключение из правил. Так какое оружие сегодня можно хранить дома и кому это разрешено? Об этом поговорим со старшим инспектором по разрешительной работе Управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского областполкома Вячеславом Заулочным. Вячеслав Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Какова на сегодняшний день статистика незаконного оборота оружия в Белогомельской области и в Беларуси в целом? За 2018 год сотрудниками органов внутренних дел области из незаконного оборота изъято 349 единиц незарегистрированного оружия. Более 5,5 тысяч боеприпасов. К уголовной ответственности по статье 295 незаконное действие в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ привлечено 67 граждан. К административной ответственности по статьям за нарушение оборота гражданского оружия привлечено 345 граждан. Скажите, сегодня купить где-то на черном рынке данное оружие представляется возможным? Либо за этой ситуацией внимательно следят правоохранители? Да, действительно, за этой ситуацией внимательно следят правоохранительные органы. Приобрести оружие на черном рынке невозможно. Черного рынка как такового не существует. Бывают единичные случаи продажи незарегистрированного гладкоствольного оружия, но я повторяю, это единичные случаи. Ответственность за такую реализацию может привести на скамью подсудимых и сроки до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. А скажите, пожалуйста, а какова ответственность за незаконное хранение данного оружия? За незаконное хранение незарегистрированного оружия предусмотрено две статьи Административного кодекса Республики Беларусь и Уголовного кодекса Республики Беларусь. Остановимся на Административном кодексе статьи 23.71 Незаконные действия в отношении охотничьего гладкоствольного оружия, что влечет наказание в виде штрафа от 10 до 30 базовых величин с конфискацией незарегистрированного оружия. И статья 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, Как я уже ранее говорил, санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Когда люди хранят дома незарегистрированное оружие, то это, как правило, небезопасное хранение. Какие последствия могут иметь данные действия? Действительно, люди, хранящие дома незарегистрированное оружие, хранят его без соблюдения правил хранения оружия. Это оружие может спокойно попасть в оборот, то есть его могут найти лица, не имеющие специального разрешения, в частности, несовершеннолетние лица, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. И данные лица могут с этим оружием в руках угрожать жизни, здоровью граждан. Вячеслав Леонидович, давайте поговорим о том, какое оружие сегодня разрешено носить и хранить гражданским людям. В Республике Беларусь на сегодняшний момент по своим техническим характеристикам оружие подразделяется на три вида. Это боевое оружие, служебное оружие и гражданское оружие. Боевое и служебное оружие гражданам Республики Беларусь хранить запрещено. Разрешено владение только гражданским оружием. Гражданское оружие, в свою очередь, тоже подразделяется на такие категории, как оружие самообороны, охотничье оружие и спортивное оружие. К оружию самообороны у нас относятся газовые пистолеты, револьверы, электрошоковые устройства и механические распылители, аризольные и другие устройства. В простонародье газовые баллончики. К спортивному оружию относятся огнестрельное оружие с нарезным стволом, огнестрельное гладкоствольное оружие, метательное оружие, холодное оружие, пневматическое оружие с дульной энергией свыше 3 джоулей, но не более 25 джоулей. К охотничьему оружию относятся огнестрельное оружие с нарезным стволом, огнестрельное гладкоствольное оружие, метательное оружие, комбинированное оружие, пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 джоулей, но не более 25 джоулей, холодное оружие и сигнальное оружие. Кому разрешено владеть данным видом оружия? На территории Республики Беларусь владение оружием разрешено лицам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь, достигшим 18-летнего возраста, не имеющих медицинских противопоказаний на право владения оружием, не имеющим судимость за совершение умышленных преступлений, а также иных преступлений, связанных с применением либо использованием оружия, преступления, совершивших в состоянии алкогольного опьянения, также отбывающие наказания в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы за совершение преступлений по неосторожности. Также за административные правонарушения, предусмотренные статьями 9.1 – умышленное причинение телесного повреждения, 17.1 – мелкое хулиганство, 17.2 – стрельба в населенном пункте либо в месте, не предназначенном для стрельбы, 18.16 – управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо в состоянии вызванного употребления наркотических веществ, либо передача управления такому лицу, либо отказ в установленном порядке – это свидетельствование на факт состояния алкогольного опьянения, либо на состояние употребления наркотических веществ. Также повторно в течение года после наложения административного взыскания за распитие слабоалкогольных напитков в общественном месте, а также появление в общественном месте, либо на работе в состоянии алкогольного опьянения. Если человек уже, скажем, наделен правом ношения оружия, но допустил эти правонарушения, оно будет изъято? Оружие, да, выносится. Мы аннулируем разрешение и изымаем оружие. Хорошо. Какие процедуры нужно пройти, чтобы получить право на ношение огнестрельного оружия? Ну, прежде всего, граждане, которые хотят приобрести во владение гражданское оружие, должны обратиться в органы внутренних дел по месту жительства, к инспектору по разрешительной работе. При себе необходимо иметь такие документы, как паспорт, либо документ, удостоверяющий личность, заявление, в котором гражданин указывает, какой вид, тип оружия он будет приобретать, для каких целей. Две фотографии 3х4 и оплата, однобазовая величина в данный момент, которая составляет 24 рубля 50 копеек. Если граждане приобретают охотничье оружие, должны еще предоставляться государству достарение на право охоты, которое выдается лесохозяйственными учреждениями Республики Беларусь. Если на приобретение спортивного оружия, то членский билет спортивной организации по пулевой стрельбе, в котором гражданин занимается и состоит как член общества, более 5 лет. Если человек решил приобрести оружие в целях самообороны, то нужно ли ему указывать причину в заявлении? Нет, абсолютно не нужно. Причина не указывается. Просто пишется заявление, хочу приобрести оружие для самообороны. На сегодняшний день можно ли сдать добровольно незарегистрированное оружие, если такое имеется дома у человека? Да, можно сдать незарегистрированное оружие в органы внутренних дел. И при этом избежать уголовной ответственности? Уголовной и административной ответственности. У нас предусмотрено кодексом об административных правонарушениях и уголовным кодексом Республики Беларусь. Ролица, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, освобождаются от административной и уголовной ответственности. За исключением случаев сбыта. Если у нас запрещено хранение незарегистрированного оружия, то в принципе оно же выявляется, то откуда оно берется у людей? Как показывает практика, данное оружие приобреталось гражданами еще в далекое советское время. До того времени, когда это оружие стало становиться на учет, в частности охотничьи до 1978 года. Также чернокопатели в местах проведения боев времен Великой Отечественной войны выкапывают огнестрельное оружие, восстанавливают его. Вячеслав Леонидович, большое вам спасибо за конструктивный диалог. Спасибо и вам, что пригласили.